Всем привет друзья, в этом видео мы проведем небольшое сравнение между нашим тепловизором и обычным фризером. На жилом примере это у нас телефон Xiaomi Redmi 4X, телефон не включается, не заряжается. Но при подключении к лабораторному блоку питания появляется паразитное потребление в районе 240 мА. Виной этому скорее всего неисправный элемент, который необходимо будет отыскать. Вот как раз таки мы сегодня протестируем наш тепловизор, справится ли он со своими прямыми обязанностями. Ну и также попробуем отыскать это же потребление с помощью обычного фризера. Сейчас мы переходим поближе, покажу паразитное потребление, ну и приступим к поискам. Ну что ребят, телефон перед вами, осталось только подсоединиться к лабораторному блоку питания. Для удобства запитки буду использовать кабель с переходниками. Данный кабель универсальная штука, есть разные переходники под разные типы телефонов, я буду использовать для Xiaomi. Ну и если кого-то конечно же заинтересовал и у кого еще нет, то ребят, всем рекомендую. Ссылка на продавца есть под этим роликом в описании к видео. Ну и конечно же подключаем и смотрим что у нас происходит. Подсоединились, сейчас наведемся на наш лабораторник. Включаем. И как вы можете видеть, ребят, присутствует поразительное потребление в районе 240 мА. Все подключено, поэтому можем смело наносить фризер. Сейчас наведемся на лабораторник. Покажу, что немного увеличилось потребление, но это ничего страшного. Ждем пока наша плата замерзнет. Ну что ребят, плата наша замерзла, сейчас постараюсь приблизить, показать вам показатель. Да, ребят, как видим, ничего не хочет у нас первым оттаивать. Сейчас покажу потребление на лабораторнике. 246. Ну а также пока все замерзшее у нас. Вся плата начала оттаивать. Немного непонятно, попробуем нанести повторно. Продолжение следует... Ну а теперь ждем повторно, пока все оттает. Ну а теперь ждем повторно, пока все оттает. Ну и третий раз, ребят, последний. Продолжение следует... Экран уже начал оттаивать. Притом самый первый, как будто основная проблема, ребят, кажется под экраном. Но в самом деле, ребят, это не так. Экран просто сверху у нас оттаивает быстрее. Ну и опять все начало оттаивать. Вот, ребят, при таком потреблении, в 240 у нас 5 мА на лабораторном блоке питания, сложно определить, что у нас, ребят, греется. Попробуем теперь это определить с помощью нашего тепловизора. Плата сейчас холодная. Сейчас постараюсь показать температуру платы с помощью пирометра. 8 градусов. Не будем ждать, пока нагреется наша плата. Выключаю пока лабораторник. И сейчас настроим наш тепловизор. Все готово, сейчас мы наденем наш увеличитель. Теперь, чтобы это дело было более-менее лучше видно. Красная зона табликует блестящие металлы. Включаем лабораторник. И обращаем внимание на наш тепловизор. Включаем лабораторник. Переключим палитру В белый цвет Ну и теперь выключаем лабораторник Смотрим что у нас Ребят будет остывать Включением-выключением Видим что греется у нас контроллер PMI-8952 Скорее всего основная проблема Кроется в нем Видите ребят низкое потребление Но все прекрасно видно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья после замены контроллера Наша плата остыла и можем приступить к этапу проверки Для начала подсоединяем ее к лабораторному блоку питания Плата подсоединена По вывод на блоке питания у нас включен Все полностью по нулям как и должно быть Никаких проблем нету Отсоединяем Как видим вывод есть Дальше устанавливаем плату в телефон Ну и попробую стартануть телефон Посмотрим что получится И как видим ребят есть включение Посмотрим включится ли телефон Вроде начал загружаться Ожидаем окончания Вот и все мои дорогие друзья На этом видео подходит к концу Телефончик мы с вами починили Все прекрасно работает Считаю что тепловизор справился со своей задачей вполне Надеюсь вам это видео ребят понравилось Если понравилось обязательно ставим лайк И подписываемся на наш канал И всего вам доброго ребят До новых встреч Продолжение следует...